Здравствуйте, уважаемые наши соотечественники, члены нашего общества, Казахского общества слепых. Хотел бы ответить на многие ваши вопросы, звонки в этой передаче, о нашей поездке в Нур-Султан, в каких министерствах мы были, какие мы вопросы поднимали и что нам обещали. Сегодня у нас Сара Ахметовна с правозащитной организацией, в гостях, и Шадын Шерембекович, член КОС, юрист, бывший работник, член КОС, член Президиума. И хотели бы услышать о нашей поездке. Давайте, Сара Ахметовна, с вас начнем. Ну, мы прежде всего, сразу, мы поехали в Министерство юстиции. И этот выбор был не случайным, потому что, на наш взгляд, все ваши и наши беды начались именно с того, что Наур-Сбаева Алмаза Собиджановича неправильно, незаконно, без законных оснований зарегистрировали в качестве первого руководителя в феврале 2017 года. Я правильно говорю, да? Да, да. Почему мы считаем, что он зарегистрирован неправильно? Сейчас вот Шадын Шерембекович расскажет, да? Но я хочу сказать, что именно тогда начались все проблемы. И в течение этих четырех лет разные люди, разные инвалиды обращались в судебные органы, в прокуратуру, с указанием на то, что эта регистрация была произведена незаконно. Но мы так и не добились успеха в этом вопросе, поэтому решено было поехать прямо к Министру и с ним поговорить. Можно добавлю то, что четыре года были суды, до Верховного суда доходил этот вопрос, так он и не решился. Я могу пояснить это. Вот буквально 8 апреля этого года проходил пленум в Доме отдыха «Спутник» Центрального управления, где Новорозбаев сказал, что на суды потрачены 100 миллионов тенге. Он сам тратить не имеет права. Такое количество денег истратить можно только по решению высшего органа съезда. Этого решения не было. Но самое главное, это и есть причина, почему мы во всех судах, имея конкретные факты и доказательства, суды все же приняли решение не в нашу пользу и приняли неправосудные судебные акты. Шадан Сарембекович, вы считаете, что эти деньги именно уходили на подкуп судей районных? Ну, это можно предположить с очень маленькой долей. Дело в том, что мы от госпошлины освобождены, как инвалидные организации. Поэтому любые иски на любые суммы, мы ничего не оплачиваем. Тогда спрашивают, куда эти деньги? Да, и есть юрист штатный, и есть адвокаты с адвокатской лицензией. Мы об этом неоднократно писали и президенту, и во все правоохранительные органы. Везде идут одни отписки. Поэтому решились выехать с восьми регионов Казахстана. Выехали именно добиваясь личной встречи некоторых министров и руководителей правоохранительных органов. Мы даже хотели попасть и на личный прием и к президенту. Вот, как Сара Ахмедовна сказала, весь гвоздь вопроса именно в Министерстве юстиции. Потому что за... Это орган, который регистрирует, правильно? Да. И который контролирует все остальные органы юстиции, расположенные в городах и областях. В Министерстве юстиции нам сказали, дайте вашу жалобу, мы рассмотрим. Мы им объяснили, что мы эти жалобы уже несколько лет пишем, вы просто отписываетесь. Мы решили встретиться с вашим руководством. Но сославшись на коронавирус, нас не допустили к руководителю. Нас приняли люди среднего звена. Вы фамилии записали? Значит, нас принимала Гульмира Ланашаринова, Министерство юстиции и Джалова Раушан Серегбаевна. У нас записаны их телефоны. Мы с ними имели обширную такую подробную беседу. И вот они нам объясняли следующее, что изменения, когда вносится смена руководителя и другие изменения, оно носит уведомительный характер и сослались на статью 14-2, это закон о госрегистрации. Да, в законе об этом сказано, что в течение трех рабочих дней, как уведомление поступило, они должны дать ответ, зарегистрировали изменения или нет. Но дело в том, что они сославшись на начало этой статьи, дальше в этой же статье приводится пример, в каких случаях они не должны эти изменения выносить. Наш случай, что у него есть долг, что он должник, 138 миллионов тенге, что есть исполнительное производство. Хочу отметить, этот долг подтверждается, он сейчас в судебном кабинете, да? Именно если таковое есть, то внесение изменения они должны отклонить и после трех рабочих дней... Нет, дать месяц, один месяц на исправление недостатков. Да, и сообщить об этом после трех рабочих дней, что они не внесли в связи с тем, что у него долг и так далее, и сослаться на конкретную статью. И на отказ. Ну, а если они все же, зная, что эта статья именно требует этого, то они же прекрасно понимают, что они незаконно внесли изменения именно нашего руководителя с долгами, да? И поэтому Министерство юстиции не хочет признавать свою ошибку, и она не просто не хочет, и я думаю, из этого ответа, после того, как мы съездили, уже и ответ пришел, ссылаясь именно на эту статью 14.2. И они говорят, это уведомительный характер, и мы дальше никакой ответственности не несем. Сара Ахмедовна, вы как можете по этой ситуации сказать, потому что это нарушение? Сара Ахмедовна, вы знаете, вот его долг подтверждается документами самого Министерства юстиции. То есть вот этот реестр должников формирует само Министерство юстиции, и любой человек может там определить, должник человека или нет. Для этого нужно только внести его ИИН и его фамилию, имя, отчество, и вся полная информация выходит. Так вот, в отношении Наурзбаева Алмата Собиджановича 6 февраля 2017 года было возбуждено исполнительное производство. Да, я обращаю внимание на эту дату. 8 февраля 2017 года его избирают первым руководителем Казахского общества слепых. 14 марта его регистрируют в качестве первого руководителя, невзирая на этот многомиллионный долг. И, Сара Ахмедовна, я хочу сказать, вот когда я говорил о 100 миллионах тенге, да, возможно, это он говорил только о судах, и в остальных государственных органах он, видимо, все свои вопросы решает таким же путем. Поэтому тут я предполагаю, что именно со стороны Министерства юстиции идет лоббирование интересов нашего Наурзбаева. И не только со стороны Министерства. Вот давайте мы теперь перейдем по этому вопросу. У нас есть еще следующий момент. Вот полномочия всех органов Общественного объединения Казахского слепых закончились 9 февраля 2021 года. С тех пор нет правового поля, законности, чтобы наши организации могли функционировать. Но на это, об этом мы известили юстицию, она не реагирует. Известили генеральную прокуратуру, она не реагирует. Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку этому действию. Мы ходили и в генеральную прокуратуру. С нами разговаривал Мазамбаев Булат Усерович, заместитель начальника третьей службы. Мы высказали им все. И мы рассчитываем, что поскольку прокуратура вообще является таким органом, который стоит на защите законности и правопорядка. И в отношении тех граждан, которые по состоянию здоровья или по состоянию своего ментального здоровья не могут защищать свои права, они имеют право принимать меры для защиты их прав, не дожидаясь заявлений с чьей-то ни было стороны. И вот мы как раз рассказали там про все те нарушения прав инвалидов по зрению. И мы надеемся, что реакция будет. Сарахмедовна, я еще хотел следующее сказать в этой связи. Вот когда мы были в генеральной прокуратуре, было видно, что именно третье управление по связи с общественностью, они в курсе всех событий полностью, но почему-то не реагируют. Ну и мы там же прямо заявили, ну на вашем уровне вы понимаете, но ничего не предпринимаете. Почему вы не можете нам организовать встречу с генеральным прокурором? Они там нам сказали, подготовьте вопросы, то другое, вот потом может быть и получится и так далее. Ну самый главный надзорный орган не реагирует, это как понимать? Я опять-таки хочу в этом плане сослаться вот на такую схему. Вот смотрите, вот наверху пирамиды, это наш председатель, ниже все наши организации, которые участвуют в госзакупках. И вот наши предприятия, у которых есть материальная база, там офисы, производственные помещения, они осваивают в общей численности, вот 81 миллиард деньги освоены. Эти деньги почему-то с их счетов уже на сегодняшний день пропали. Хотя они должны были пойти на заработную плату всех инвалидов. На эти деньги можно было инвалидов обеспечить, всех желающих, по крайней мере, инвалидов по зрению, достойной работой с достойной зарплатой. Все фонды, которые здесь организованы, они могли организовать помощь этим инвалидам, которые совершенно нуждаются в материальной помощи. Но никакой материальной помощи эти фонды не оказывают, а деньги со счетов исчезли. А чтобы это случилось, вот Наурзбаев ликвидировал всех главных бухгалтеров фондов, они сидят у него в главном офисе, а президенты фондов сидят на местах, в Казаларде, Жамбуре и так далее, везде. И президент, подписывая госзакупки договора, он не знает, что подписывает, сумму знает, а как деньги расходуются, не знает. Точно такая же схема по его неунывающим инвалидам, это чисто Наурзбаевское общественное объединение. Которые пересекаются с интересным вопросом. Такая сумма денег, освоенных, куда исчезла? Здесь можно не 100 миллионов, а миллиардами расходы превышают доходов. Миллиардами расходовать на защиту собственных интересов, кто вот эту всю схему придумал. Государство должно заинтересоваться, куда они уходят. Я правильно понимаю, что предполагаемое хищение происходит примерно следующим образом. В госзакупках участвуют предприятия казахского общества слепых, но поскольку, когда речь идет о товарах, они должны закупать эти товары именно у предприятий Наурзбаева, даже если его там цена в три раза выше, чем в розницу. Если речь идет об услугах и работах, то выполняет эти работы предприятие опять-таки Наурзбаева, и потом все деньги за исключением 5-10% опять уходят в его организации. И это еще один момент. Самое главное, вот все эти деньги используются не по целевому. Рабочие инвалиды не устроены, не трудоустроены. Они не получают материальной помощи в этих фондах. Все деньги централизованы, идут сюда. И раз бухгалтерия централизована, все деньги контролирует один человек. А где они сегодня? Никто не может сказать. А почему не может сказать? Здесь опять причина такая, что госаудит не проверяет общественное объединение. Хотя, если он участник госзакупки, он обязан быть проверенным. Это в законе о госаудите сказано. Но из-за того, что госаудит не проверяет, все эти схищения по госзакупкам просто узаконены. И Генеральная прокуратура должна среагировать и проверить все это. Получается, бюджетные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, нашего государства, наших граждан, они направляются на социальные программы, на нужды инвалидов, а их присваивает самая верхушка и миллиардами. А государство в виде высшего национального органа это не хочет контролировать. А вам не кажется, что по многим заявлениям, это же не первый год, вы пишете, заявляете о егошних схемах, а почему тогда прокуратура не реагирует? Это грубо, без точности, это грубую схему, я скажу. Вот, допустим, 81 миллиард, да? Из них на нужды инвалидов одна треть идет. Это что именно, нужды какие? Нужды вот оказания, вот, допустим, инфотакси, приобретение тифлотехники, сурдотехники, там и так далее, и разные услуги санаторно-курортные и так далее. Из них две третьих, да, просто похищаются. И похищение идет не у заказчика, не у государственной организации, а у инвалидных организаций, потому что они не проверяются. И поэтому, вот, две трети в инвалидной организации остается, и эти две трети, еще одна треть уходит. Но Урзбаев аудит за 2008 год показал, он же проводит аудит. Аудит, я вам скажу, у него есть свой ручной аудитор Стыбаев. Он, что же на Урзбаев заказал, то и показывает. Сегодня я надеюсь, что наше обращение, как я уже сказала, вода, камень, точек, в течение четырех лет инвалиды по зрению обращаются, бьются, бьются к государству. И вот уже мы обратились напрямую к министерству, к генеральному прокуратуру. То есть мы исчерпали почти все методы борьбы в нашем государстве, и нам остается выйти вовне. И прежде чем вовне, у нас у инвалидов, вот они со мной со всех областей созваниваются, они хотят в этот раз поехать и прямо перед Аккордой разложить постель, там ночевать, и пока президент страны личный прием не осуществит, не выезжает. Вынуждают, вынуждают нас всех членов. Вот такое мнение у людей. Надо пойти на Аккорду, да? Да. Я слышала, что вообще инвалиды первой группы по всей территории Казахстана собираются в один день выйти на митинг и требовать восстановления их нарушенных прав. Конечно, это крайне верно. Но прежде они все равно понимают, что все жалобы где-то со среднего звена отписываются, до высшего руководства это все не доходит, все же хотят люди попасть к президенту на прием. Ну, мы надеемся, что будет, потому что мы записались, когда ездили в Нур-Султан, мы записались на личный прием к президенту, и это случится. Ну, я хотел бы наших членов поблагодарить, что вы большую поддержку оказываете активистам с разных регионов, помогаете, переживаете, часто звоните, вопросы задаете. И я думаю, мы вместе сообща, мы добьемся. Вот Сара Ахмедовна Правильная говорите, что вода камень точит, и справедливость она будет. Сейчас получается такая ситуация, что большие суммы имеются в нашем обществе, но от этих сумм нам никому не легче, никакие социальные вопросы не решаются. Работы как не было, так и ее и нет. И я надеюсь, мы вместе решим и восстановим вот такую вот праведливость. Да, и всех органах, конечно, прокуратуры, вам обращаемся, администрации президента, вы обратите на это внимание, потому что казахское общество слепых – это как дыра такая. И зреет взрыв. Да, и люди социальные очень возмущены. Косовцы, не будьте равнодушными, будьте активными, выражайте свое мнение. Мы всегда вас поддержим. И помните, если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то зачем я? Успехов, удачи всем нам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.